Я переезжал, будучи богатым человеком, и на готовую уже подготовленную почву. Русский забываю, английский я еще не выручу. Работает мое хобби. У меня жена и трое детей. Моя основная работа. Делаю так, чтобы другие люди в компании могли реализовываться. Если они будут успешными, то и компания будет успешной тоже. Можно сказать честно, Лондон меня как человека делает лучше. Ты ходишь на рыночек покупать и стоишь поговоришь с человеком. Вот он тебе продает картошку, а ты узнаешь, как погода, что у него происходит, какие планы. Нужно в хорошем смысле послать всех и все в жопу. Здравствуйте, меня зовут Миша Зельман. Мне 40 с чем-то лет, 42, если быть точным. И 42-35 лет я прожил в России. И это моя история переезда. В Лондоне я оказался не случайным. Если меня спросили бы за несколько лет до переезда о моем переезде, я сказал бы, что ну о чем вы говорите, мне так хорошо в России, я не перееду никуда. Но уже в тот момент я, наверное, внутри готовился к переезду. Мне повезло, потому что когда я переехал, у меня был туда тоже на тыл. Здесь уже жил, работал мой товарищ и партнер Гоша Бухов, который переехал лет на пять раньше, чем я. И у нас здесь уже было три ресторана. Поэтому у меня не было никаких проблем с адаптацией. Для меня, так сказать, конечно, с адаптацией были проблемы. Любой переезд – это большое испытание. Но в моем случае это было счастливое испытание. Я переезжал, будучи богатым человеком, и на готовую уже подготовленную почву. В Библии есть история исхода евреев из Египта. И когда Моисий собирал евреев, если он рассказывал бы им всю правду об эмиграции, то вряд ли бы он смог их с собой везти. Эмиграция – такая вещь, когда вот как евреи, которые вышли из Египта, им пришлось ходить 40 лет по пустыне, и то, в конечном итоге, только и дети пришли в Новый мир. Я могу сказать про себя, что мои дети, которые родились в Англии, они, конечно, уже станут англичанами, а мне этого не видать. Я на эту тему не переживаю, но при этом, собираясь в эмиграцию, вы должны руководствовать эмоциями, желаниями, а не какими-то практическими вещами. Вы знаете, как бы вы ни говорили о том, чтобы смягчить переезд, если вы эмоционально достаточно заведены, то все удастся. Если вы еще сомневаетесь, значит, будет очень много сложностей. В принципе, Лондон, не Магадан. Вот как переехать из Москвы в Магадан – это очень тяжело, наверное. А в принципе, в Лондон и в Европу переезжать намного более комфортно и легче. Здесь все сделано для людей. И если понимать, если осознавать несколько правил, то тогда переезд будет элементарен. Прежде всего, у вас должна быть профессия. И многие люди, когда переезжают сюда, они переезжают без профессии. И в этом плане очень сложно. Если ваша профессия завязана на языке, если ваша профессия связана с знанием русской или какой-либо другой культуры, а вам нужно переезжать в Англию, то это очень, скажем так, сложно. А если у вас есть профессия, и вы можете делать что-то, хоть что-то для других людей, то здесь у вас очень быстро страна в социуме принят. В отличие от России, здесь есть так называемый нейборход. Здесь люди при всей своей индивидуальности очень коллективные. Поэтому быстро, достаточно и легко здесь можно социализироваться. Люди открытые. И когда я сдавал экзамен Life in D.E.K., то начинает все с простых вещей. Если вы хотите жить в Англии, вы должны знать соседей своих, и в чистоте поддерживать то место, где вы живете. И должны понимать, что у других людей есть, может быть, другое мнение. Вы должны уважать мнение других людей. Вот руководствоваться такими простыми правилами, вы очень быстро начнете получать удовольствие от пребывания в Англии. и чувствовать ту помощь, которую здесь социум оказывает. Мне в каком-то смысле повезло, что в России кормил людей. У меня были рестораны. Что здесь я занимаюсь своим делом. Я в своей профессии преуспеваю. Но культурные шоу, конечно, огромные. Прежде всего, разница в том, что в России у нас, к сожалению, в каком-то смысле есть рабы. Здесь этого нет. Здесь у вас должны быть какие-то знания. Вы сами должны уметь что-то делать. Здесь просто давать приказания и указания бессмысленно. Здесь помимо видения и идеи нужно еще иметь знание и умение конкретно что-то делать. Называется это стилсы. Вот как на русский я русский забываю, английский я еще не выучу. То есть вот здесь нужно действительно что-то уметь делать, в чем-то разбираться. Уметь делать или своими руками, или у вас должны быть какие-то знания, которые у вас действительно есть, а не нужны другим людям. Давайте посмотрим список Форд в России. Это очень хорошие люди, прекрасные, классные. Но чем он отличается от американского? Прежде всего, Билл Гейтс, он программист. Он и не программирует. Он еще прекрасный антрепренер, он бизнесмен. Уоррен Баффет, он заработал миллионы для миллионов. Он управляет финансами. У всех этих людей есть узкая специализация. У них есть какая-то профессия. И при этом они еще невероятно успешные антрепренеры. В России мы, в современной России, потеряли профессию. Мы как бы бизнесмен, предприниматель. Мы используем слова, но до конца не понимаем их значения. И здесь нужно иметь какую-то экспертизу. Вот я, например, прекрасно разбираюсь в мясе. Я сам могу и разделать, и пожарить. Знаю, чем одно отличается от другого. И это мне, конечно, помогло. А мой всесторонний взгляд и опыт в России только усилил меня как профессионала. Здесь совершенно другая культура взаимоотношения и отношения людей к работе. И если в России мне приходилось 80% времени наблюдать и смотреть, что делают другие, если видеть, чтобы они не забивали с пути истинного, то здесь нужно заниматься самим собой. Потому что люди смотрят на тебя и берут с тебя пример. Их мотивировать нужно безусловно, но не пинками, как у нас, не дай бог. Здесь нужно просто искать правильных людей, профессионалов, людей, которые обладают теми знаниями, которые тебе нужны, которые будут усиливать команду. Другими словами, здесь нужно брать людей, которые будут рассказывать и учить тебя, а не то, чтобы ты их учил и говорил, что им нужно делать. Ни возраст, ни национальность, ни пол вообще не имеет никакого значения. Если мы не говорим о каких-то национальной еде, например, если мы откроем итальянский ресторан, то, скорее всего, мы повара будем искать с итальянской кровью. Если мы будем открывать японский ресторан, мы будем искать с японской кровью. Но только в этом случае, то не факт, а будем смотреть по конкретным знаниям. Например, один из лучших ресторанов в японских, Zuma, в Лондоне, шеф-повар Австралии. Мне легко работать с теми людьми, которые понимают, что я от них хочу, они понимают, какие задачи стоят перед компанией. И мы говорим на одном языке, но не в буквальном смысле. Мы действительно можем из разных культур быть, у нас может быть сильный акцент. Но если мы понимаем, какую задачу нам нужно решить вместе, то очень легко друг другу понять, как это говорится. Вообще бизнес – это конкуренция. К сожалению, в конкуренции кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. И в этом плане есть разные этапы, разное время в компаниях. Но, конечно, в динамично развивающемся бизнесе, в молодом бизнесе и в больших корпорациях совершенно разная культура. Но прелесть, мне кажется, в современном времени вы, я или мы можем выбирать там ту культуру, которая нам ближе. И при том, что я в целом очень не люблю вот эту нездоровую конкуренцию, вот это вот так называемое субкультурное отношение в компаниях, они в любом случае есть. Нет идеальной компании, нет идеальных людей, но мы можем выбирать то, что ближе к нам. В целом компания, то есть у них по всему миру устроенная одинаково, у них у всех одинаковые проблемы. Ну, скажем так, вот здесь все-таки благодаря обществу, благодаря пониманию тому, что харассменты и сексуальные, и какие-нибудь градации по полу, они не делают бизнес, не делают общество сильнее, а наоборот, разрушают компания, разрушают общество, то здесь, конечно, благодаря все твои инсайты. Здесь никто не будет смотреть, ты еврей, мальчик или девочка. Если ты обладаешь нужным опытом, спелсами, ты можешь бороться за новую позицию в компании, у тебя есть всегда возможность защититься, если кто-то на работе хочет использовать, скажем так, использовать какие-то неформальные отношения с тобой для карьерного продвижения. И в этом плане все равно, и все соревнуются благодаря своему трудолюбию, опыту, знаниям. Но, конечно, к большому сожалению, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает в этой конкуренции. И эмоционально очень тяжело. Мы, как люди, не были созданы, в этом случае наше поколение, мое поколение было создано для такого времени, где информация просто валится на тебя, где возможности валятся на тебя, где настолько быстро все меняется, динамично меняется, что просто вот так вот каждый день пролетает. И вот это давление не каждый выдерживает. Поэтому здесь много уделяется времени сбалансированности, много уделяется времени, поддержки людям, психологической поддержки. Ты можешь действительно обратиться к своим коллегам в компании, если у тебя какого-либо нервного или какие-либо другие срывы. Чего в России, я не знаю, но мне кажется, когда я уезжал, даже никто об этом не думал, ну, там, депрессия или там, ну, там, утомился, ну, подорвался. Все, мы уволим одну другу. И здесь все-таки все люди друг другу помогают. Мне кажется, что все упирается в людей. Почему я не боюсь искусственного интеллекта? Потому что искусственный интеллект, что он все равно не решит принципиальные задачи с нами, как с людьми, с нашими сомнениями, нервами, депрессиями, с хорошими настроениями, с плохими настроениями, с любовью, с нелюбовью. Мы все равно остаемся вот такими забавными звериками. Поэтому все о людях. Я стараюсь думать прежде всего о людях. Я не верю в концепции в ресторанах, я не верю в локейшин, я не верю, я верю в людей. У меня на самом деле сумасшедший график. Работает мое хобби. У меня жена и трое детей. Моя основная работа. И свободное от моего основного работы времени я подрабатывал в ресторанах компании SEO. Рано-рано утром стою. Рано утром выхожу на работу. И целый день работаю. Стараюсь заниматься в компании вещами, которые мне кажется, у меня хорошо получается. Food Development там. Работаю на кухне. Стараюсь работать в ресторане, в зале, чтобы понять, что интересно. И что важно для ребят, которые работают со мной, для гостей, которые приходят к нам. Делаю так, чтобы другие люди в компании могли реализовываться. Если они будут успешными, то и компания будет успешной тоже. Мне кажется, в современном мире человек должен обращаться к поддержке других людей и обращаться к поддержке профессионалов. Очень люблю вот лайф-коучи. Честно, вот эти вот все вот программы. Я сейчас научу, как будет вы быть счастливым. Много заработаете денег. Как люди, которые... Ну, то есть все это очень мне нравится, но при этом есть большое количество людей-менторов, которые могли бы через их опыт подкасты найти правильных людей, которые могли бы вас в этот момент быть для вас лидером. так мы устроены, что мы можем услышать то, что не услышат другие, если это для нас важно. И вот как бы заниматься самообразованием, заниматься саморазвитием, и само это по себе вас должно будет привести в баланс. То есть если вам это интересно, если у вас еще есть интерес к самообразованию, к саморазвитию, значит, вы в любом случае направлены на пути. Значит, вы ищете вот то, что называется балансом. Идеальными мы, к сожалению, не будем. Но стремление быть это уже большое дело. Сам ломбский рынок это большие сложные кейсы. То есть как бы очень конкурентная среда, очень требующая быстрых изменений, знания и понимания того, что ты делаешь. Мне сейчас кажется, что я сейчас что-то понимаю. Но мне так же и казалось и несколько лет назад. А сейчас я понимаю, что тогда я ничего не понимал. Поэтому я боюсь, что через несколько лет, говоря о лондонском рынке, я скажу, ну сейчас мне кажется, я что-то понимаю, но тогда я говорил, то есть сейчас. Ничего не понимаю. Поэтому очень сложное, очень быстро развивающееся рынок. Я написал монопродуктовый манифест. Я верю в том, что в ресторане может быть одно блюдо, и этот ресторан будет успешен. И на самом деле мне вот этот фокус, когда есть время сфокусироваться на чем-то, не бросаться на что-то другое, говорить нет, понимая то, что вот то, что сейчас ты делаешь, это нужно довести до конца, делает меня успешным. Раньше я засовывал большой палец в рот, слинявил его, поднимал вот так вверху и смотрел, куда дует ветер. Буквально несколько лет назад к нам пришла большая дата, которую мы можем анализировать и по этому анализу принимать решения. Это, конечно, принципиально изменило мою жизнь и тот алгоритм, как я лично принимаю решения. Без сегодня, если раньше, я не верил в никакие исследования. Я помню, что в России я приезжал на паркинг, внизу там нам предлагают открыться в каком-то шопинг-мале. И мне надо понять, какой ресторан строить, что нужно строить. я приезжал с того в укромное место и смотрел, что люди выносят, на каких машинах они приезжают, какое время, и буквально через несколько дней я точно знал, кто туда ходит и какую приблизительно концепцию нужно открывать. А здесь сегодня мы работаем с базами данных и с аналитикой. Есть компания, которая специализируется на большой аналитической дате. Это на русском, наверное, называется. И они нам дают информацию о наших гостях, о том, где они, куда они ходят, какие другие рестораны, где они живут, сколько они тратят, на что они тратят. И когда мы выбираем, когда мы делаем какую-то экспансию в ресторан, строим еще рестораны, мы делаем мэппинг. На карте ставим такие точки. И эти точки для нас ставят специализированные наши контрагенты, которые занимаются этим исследованием. Но сразу хочу сказать, что это гарантирует только 30% успеха. Потому что, к сожалению, еще большое количество факторов, колоссальное количество факторов, которые влияют на успех или неуспех ресторана. Поэтому это не гарантирует, но помогает принять решение. Это не гарантирует открытие успешного ресторана, но помогает принять решение. Мы часто говорим, декларируем одно, а делаем другое совершенно. Это вообще свойство людей. И я не исключение, к сожалению. Я точно знаю как, но делаю всегда чуть-чуть по-другому. Поэтому, может быть, я не белгейц. Как в этом мире сконцентрироваться, как выбрать то, что по-настоящему тебе приносит удовольствие, хотя даже я знаю рецепт этого удовольствия. Тогда, когда я делаю что-то, что нужно другим людям, они мне за это говорят спасибо, и у меня повышается какой-то статус в обществе и самоощущение, что я как бы нужен людям. Это вроде бы как бы все правильно. И вот это есть удовлетворение. И для того, чтобы сегодня делать и получать это как можно чаще, нужно как раз этим и заниматься с утра до вечера и усовершенствовать это. Но не тут-то было. Куда-нибудь пойдешь, или куда-нибудь поедешь, так вдохновишься, придешь, думаешь, нет, надо вот так, вот как-то я вот... Или пойдешь, ну что же, надо же вот так теперь делать. Поэтому, к сожалению, очень много возбудителей внимания, очень много того, что тебя вдохновляет, а делать нужно что-то одно. И вот так и живем. Плохо пока. Я так говорю, что если вы можете не делать что-то, лучше не делать. То есть, если у вас есть возможности, если нет возможности не делать, тогда уж надо, тем более уже открывать свой бизнес, я вообще себя очень рискованно, намного работать, потери, заниматься, ничего не понятно. Поэтому, если у вас есть возможность не делать, не делать, если вы еще думаете, делать, не делать, в Италии есть такая пословие, что если ты хочешь что-то сделать, выпей кофе, посиди, подумай, может быть, как бы переход. Не нужно будет идти. И раньше я злился и как бы смеялся над этим, а сейчас я понимаю, что это прекрасная философия. Поэтому бизнесом и антрепренерством занимаюсь те, кто не может не делать. но когда вы спрашиваете, вы еще далеко от этого. А когда вы не спрашиваете, а просто вы делаете, значит, уже дело пошло. Я помню, когда я приезжал из Москвы еще сюда, я уже перестал, я в Москве был просто не раз много лет назад. И вот мне был такой, я домой приехал, или домой? Я домой приехал, или где мой дом-то все-таки. тут. И в какой-то момент сказал, ну вот я прям приехал домой. Это мой дом. А когда перестал, вот меня сейчас спросили, я чувствовал Лондон в своем доме. и даже просто молодец и еще дом не был. Ну больше ни дома не было. Поэтому, конечно, Лондон, ну, очень люблю. Есть граждане России, которые делятся на две части. Которые любят Париж и ненавидят Лондон. Или наоборот, любят Лондон и ненавидят Париж. Я отношусь к тем, которые любят Лондон, обожают. И иногда любят заглянуть в Париж на параде. Можно сказать честно, Лондон меня как человека делает лучше. Во-первых, невероятно вот эту культуру говорить спасибо и пожалуйста. Я не думаю, что это так приятно. Я не думаю, что это так приятно просто людям в такси говорить спасибо еще несколько раз и как бы идти и говорить несколько раз. И как бы вот прекрасное прекрасное ощущение. И если говорить на таком проравном проравном между Москвой, здесь, конечно, более миролюбиво. То есть, не просто миролюбивее, а вот здесь миролюбиво все как-то. И это приводит к такой черте, которую мне развелось. Это социал-чата такие. Ты ходишь на рынок покупать и стоишь поговоришь с человеком. Вот он тебе продает картошку, а ты узнаешь погода, что у него происходит, какие планы. И пока похож по рыночку, прям как будто с друзьями повстречался. История почему красные автобусы, я думаю, вы знаете. Потому что здесь был такой смог, что просто было видно автобусов. они реально местные жители подустали от этого и очень занялись экологией. За что я признателен. Лондон ну как бы местные жители они считают, Лондон очень полюшен, загрязнен. Но они просто не жили в России. Я так жил, я знаю, что такое экология. Отношусь серьезно, считаю, что если наше пребывание на земле приводит к тому, что мы уничтожаем природу вокруг себя, то может быть это лишено смысла, потому что хочется оставлять этот мир лучше, а не хуже. Для нашей компании это очень важно. Мы следим за этим. И дома мусор мы тщательно разбираем. И моя жена пластиковые всякие вещи. В отличие от меня просто забываю, что я очень серьезно отношусь к экологии и покупаю пластиковые вещи. А жена моя память хорошая, она все помнит и борется с этим. Поэтому мы серьезно к этому относимся и считаю, что экология и качество жизни это синоним. мне очень нравится YouTube Instagram Facebook там нужно найти любую социальную группу и людей можно с ними даже в видеочате общаться если вы хотите. Сегодня нету по-моему в 8 случае я не понимаю как в современном мире как в современном мире можно испытывать проблему в социальном общении. Просто иногда мы как русские люди считаем что социальное общение это наживаться и плакать в жилетку другому или обосрать друзей всех вокруг. Но это просто не социальное общение это в нашей культуре так принято мы с тем что спасаемся от кого-то но нужно сбиваться в стаи и дружить против кого-то здесь это не нужно поэтому социального общения именно пообщаться здесь как раз люди очень открытые другое дело если ты будешь вдруг захочешь обосрать своего соседа с этим могут быть проблемы конечно потому что есть понятие социального общения это определенный набор социальных топиков как набор тех вещей которые принято обсуждать есть вещи которые не принято обсуждать не принято здесь говорить о религии я лично не буду говорить о религиях здесь не принято говорить кто за кого голосует хотя политика здесь просто дай им только поговорить поспорить но при этом все понимают что у других людей может быть другое мнение которое не совпадает люди поговорили и разошлись наших людей можно видеть издалека потому что мы спорим о политике и через 3 минуты можем впиться друг друга в горло или вдруг увидели душу друг друга мы можем засос расцеловать друг друга здесь конечно такой эмоциональности вообще нету но я по ней не скучаю потому что не люблю грызть другим людям горло изо политики да и просто взять другим людям вылить свою душу или расцеловаться засос не вижу повода для этого когда мне папа рассказывал во время войны до войны родился во время войны там рос брат отца убеда на фронте в первые дни войны брат в 17 лет ушел на фронт и он рассказывал как там хлеб они делили я думал слушайте ну какой ужас как он вообще как он жил у меня же такой счастливый у меня все есть а сейчас своим детям пытаюсь рассказать как мы росли и они так на меня смотрят как несчастного ну я им в хорошем смысле завидую такое отношение в школе как их поддерживают у нас в моем возрасте в моих школах был обязательно учитель который ненавидел детей он приходил в школу потому что он приходил ненавидеть нас кричал или орал я никогда не забуду трудовика в нашем дай бог не здравый в той причине что их где-то специально подготавливали выливать ненависть на детей при этом я например занимался спортом и вот тренер покойный это люди которые вообще меня сделали поэтому при всем своих недостатках я сформировался благодаря людям которые положили меня в свое сердце свою душу и я в этом плане не обделен ничем но так как системно здесь относятся к детям конечно это нечто ничего их не формирует так как тот пример который они видят вокруг и то отношение которое они испытывают себя во-первых я знал что общество в России в этом плане действительно во многом то что мы делаем это вызвание с тем что мы каждый выживаем то есть настолько недругожелюбная система в России когда ты приходишь в милицию а на самом деле тебе могут не то чтобы не помочь а наоборот усугубить твое положение или когда ты приходишь к врачу и не знаешь надо давать взятку или не давать взятку как бы утром начинается непонятно чем вечер закончится то волей-неволей вызывается недоверие к обществу недоверие к людям вокруг ты всегда ищешь какой-то второй дно ах вы что хотите мне помочь а что вам мне не уходит время отморозиться я называю немножко как бы тихо тихо здесь как бы не так все не надо можешь полиции взятки не давать а здесь можешь честно все рассказать обязательно ничего не будет я помню разговор с адвокатом когда мы говорили он мне все говорит не ты пойми мы же не преступники я тебе же не советую то что ты как бы не надо зачем ты так ну как бы это все а это легально в этом плане уходит время перенастроиться потому что конечно культура настолько разное и понять настолько опыт разный и опыт совершенно другой и во много просто не веришь то есть не веришь что может быть так вот как будет действительно в полиции могут не брать взятки могут и ты можешь официально минимизировать свои расходы делая так 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 и как бы не чувствовать себя преступником и не чувствовать себя виноватом и не чувствовать себя жертвой это вот то что делает человека человеком то есть не хочу ничего сказать я без без россии я бы никогда не стал бы тем кем я стал я не считаю что россия ущербная там это то я считаю что это великая страна но человеком по-настоящему почувствовал только здесь я отказался от русских не могу смотреть действительно где-то года два назад не более до этого я смотрел раз я так повечу не первый там под канал дождь смотрел там чуть-чуть смотрел сейчас не помню сайты проверял было интересно злился злился так жилаки ходили думал кантоны почему они не понимают что они уводы что так нельзя что это им так не надо что это что-то противоречит здравому смыслу а потом поймался на мысли что воскомерие с какого хрена я вообще злюсь на людей или считаю что это правильно что это неправильно у каждого есть свой выбор каждый может выбирать в этом плане современная страна под названием Россия уникальное совершенно государство которое отличается от того государства в котором я родил в Советском Союзе у меня действительно не было никакого выбора когда действительно я не мог не носить пианемских галстрах поэтому у всех людей есть свой выбор и я не вправе никому ничего учить я не вправе ничего никого осуждать и после вот этого такого открытия вот какого-то не знаю мне стало намного легче я вообще никого не осуждаю ни в каком ни в каком смысле не хочу как сказать обобщать а конкретный случай до сих пор вот иногда я читаю фейсбук фейсбук у меня остался у меня просто я думаю ну так ну это просто ну злюсь иногда до сих пор до сих пор злюсь успешные люди обменяются очень простым они делают что-то нужно для других людей я иногда вижу людей которые могут быть финансово не богаты настолько насколько богатые люди но так как они уверены настолько уверенность во многом дает вот качество качественное ощущение жизни хорошим и иногда я вижу людей которые настолько как бы уверены в хорошем смысле в себе они настолько как бы лишены зависти лишены вот каких-то вещей продиктованной несостоятельностью что они заведи миллиардеров которые как бы мячутся прыгают что-то скачут как-то поэтому очень важно иметь признание общества это очень важно вот то что тупые как бы тупая элита российская не понимает как раз я до этого говорил что нельзя обсуждение вот этим говорить вот до этого говорил что я знаю как надо а делаю по-другому как раз к этому не понимает насколько важно признание других людей признание общества во-первых я верю в теорию большого взрыва во-вторых я верю в теорию Дарвина эволюции в-третьих еще пока верю в-третьих я верю в монопродуктовый манифест это уже немаловажная вещь которая не помогает жить понимаете и люди в том что есть кто-то счастливее нас или вот вот из последних примеров я получу британское подданство паспорт и вот у меня вот я так я вот получил и поверьте мне ничего не изменилось и вот эти вот все гонки о том что мы думаем мы сейчас переедем в Англию не переедем откроем или закроем нам дадут новый промоушен на работе нужно получать удовольствие от процесса нужно научиться получать удовольствие от жизни для этого нужно в хорошем смысле послать всех все в жопу отдыхайте наслаждайтесь своей жизнью будьте уверены в себе не забывайте про близких про своих не забывайте про простые человеческие поступки с с сборщик крышек читаю хомо деус иваль харари любимых книжек много я в основном читаю бизнес литературу художественную литературу тоже считаю наверное пропорции 70-30 сейчас в основном 90% слушаю лекции подкасты и люблю аудиопниги много любимых парков я живу недалеко от Холланд парка Хайт парк Кенсинтонский Баттерси Пичман ну пожалуй наверное такой лидер список моих любимых парков он такой пестрый он любимый потому что здесь прям мозаика хорошего здания нет такого что у меня есть какое-то одно которое я сказал вот оно такое любимое много очень хороших прям сериал подкоп эмпарио отличный сериал молодой поп просто Джудан Ло замечательный Game of Thrones Чернобыль я посмотрел просто выдающийся сериал нет их очень много на самом деле я сейчас что-то не скажу и много много хороших сериалов разных даже сейчас хочется еще перечислить как ни странно я где-то 20 часов в неделю слушаю минимум это минимум и очень разные лекции если я скажу что я на русском много на английском но на русском тоже слушаю на русском на самом деле в России есть гениальные умы и очень интересные люди поэтому я с удовольствием слушаю по-русски ну наверное Лондон я очень люблю Лондон мне очень нравится Биарит Сан-Джан-де-Люс Сан-Себастьян я обожаю Флоренцию я люблю бывать в Риме наверное такой какой-то список ну конечно Америка Нью-Йорк Манхэттен мне очень нравится на пару дней приехать туда просто супер ресторан Хайт Евгений Чжеваркин мне очень нравится Новиков в ресторан Новиков тоже очень хорошее мне рядом с домом несколько очень хороших мест Baker and Spice из такого профорабажа Instagram Facebook Uber Thank you английский язык в этом плане очень богат я до сих пор у меня моя помощница она такая англичанка и она меня учит пропа English language и я просто поражаюсь богатством английского языка я когда переехал вообще не говорил по-английски я когда 8 лет назад переехал я пошел и первые полгода ходил по утрам заниматься английским языком в школу в языковую школу я с 8.30 до 12.30 был в школе учил английский ну гайд парк да гайд парк походить по гайд парку и мне кажется прошвырнуться по Ковангарду не помешало бы поесть в Burger and Lobster если есть профессия если вы можете переехать сюда не ходить по городу и искать работу а найти работу и переехать надо делать ноги по-моему это очевидно сейчас спасибо что вы потратили 45 минут чтобы посмотреть это интервью надеюсь хоть что-то вам было интересно и что-то вам понравилось и вообще переезжать это нормально в наше время поэтому берите шмотки и переезжайте удачи и медиа Продолжение следует...